Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 м 99.1 фм На нашем веб-сайте RadioNBC.com Ну и конечно же на нашем канале в YouTube С вами в студии Анатолий Червец Здравствуйте Меня зовут Сергей Зацепин Ну и все вы участники нашей программы А если вы выходите на YouTube И регистрируетесь Там есть кнопочка такая Сабскрайб Или подпишись У кого как После того как вы просмотрели эту программу Вовсе не обязательно отписываться Это ни к чему вас не обязывает И ничего вам не стоит Но я просто посмотрел однажды статистику Там скажем 85 человек подписались за один день И 82 человека отписались Зашли посмотрели подписались и отписались Не обязательно этого делать Это абсолютно ни к чему Так с чего начнем Начнем вот с чего Начнем с местных новостей сначала А потом основные новости Сенат штата Иллинойс проголосовал Инициативу По которой Дональд Трамп Не будет включен в избирательный бюллетень Как кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Если он не предоставит Всю налоговую Так сказать Отчетность Демократам Да Ну это не только Иллиной Несколько Ну да Несколько демократических штатов Такого рода Ну То есть это еще раз подтверждает мои слова Что когда не могут выиграть по правилам Начинают правила менять Причем знаешь интересно Они меняют правила Не меняя закона Вот что самое интересное Если вы считаете Что это должно быть узаконено Возьмите Попробуйте провести это Через Конгресс штата Через В смысле Палату представителей Через Сенат штата Попробуйте сделать это в виде закона Что же вы меняете правила Просто на ходу Точно так же как они пытаются Так сказать Отменить Коллегию выборщиков В некоторых штатах Об этом идет разговор Они с законодательной инициативой выступают Но не нравится вам наша Конституция Попробуйте Принять Да Принять поправку Конституции Так как оно прописано Не нравится вам вторая поправка Конституции Попробуйте Принять еще одну поправку Упражняющую вторую поправку Нет Законным путем Они понимают Что законным путем По существующим правилам Они ничего добиться не могут Потому что все-таки Дух американский В Америке еще сохранился Слава Богу Несмотря на все усилия демократов Начиная с 1965 года Изменить лицо этой страны И поменять демографию Собственно им удается менять демографию С Конституцией ничего поделать не могут Ну я хочу Просто уточнить для всех наших Демократов И им подобных Ну и Невер Трамперов тоже Я хочу немножко уточнить Такую вещь Вот по поводу того Что было принято Проголосовано Ребят Губу не раскатывайте Потому что все то Что они приняли Это ровно до первого Судьи федерального Который им тут же объяснить Что ребят Не я понимаю Что вы хотели бы так Но это не годится Поэтому Это очень такой Интересный Смешной Пиаровский ход И все те Которые Ну опять же В виде нашего товарища Леонида Или Ленарда Прошу прощения Могилевского Который вот уже Я думаю Что он уже празднует Поляна накрыта Он празднует то Что вот все Трамп больше здесь Баллотироваться не будет Два года назад Он мне написал Are you ready For impeachment party Да 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 Ну вот Вот он с тех пор По-моему и ждет 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 Уже на чинулись Зашел Уже сказал Гуда стухла Выпивка вся Выдохлась А Ленька все ждет Ну так вот Друзья И же Подобные Вот этому человеку Не Пожалуйста Закатайте ваш Губозаверточный аппарат Включите И Прошу вас Не надо звонить Говорить А вот вы говорили А вот Посмотрите Чем это закончится В конечном результате Давайте Примем звонок Добрый день Здравствуйте У меня сегодня Куча вопросов Во-первых Знаете ли вы Так подождите Прежде чем вы Зададите Вопросы Подождите Подождите Одну минутку Мария Как будет закон Или вот За то что проголосовали 19 демократических штатов Чтобы не допустить Чтобы не Внести Фамилию Трампа В Список Претендентов На Президентство Это первый вопрос Подождите Мария Если можно Я еще спрошу Давайте я вам сначала Отвечу А потом И спросите Я вас не 2 миллиарда долларов Какие конкретно Он налоги На 2 миллиарда Теперь значит Он прекратил Субсидирование Медобеспечения Пенсионеров И последнее Какое конкретно Тоже И последнее Он смог дать Киномагнату Джорджу Лукасу Участок земли У реки Под строительством Музея Что это за музей Собирался строить Джордж Лукас И Ну в общем Вот об этом Спасибо большое Давайте мы быстренько Это разберем Потому что Вопросы очень такие Простые и легкие И абсолютно Значит так То что 19 штатов Проголосовали За то же самое Что проголосовал Ильиной Еще раз Это Знаете Вот есть такое Ликероводочный завод Я Там Конфетный завод Я Булочный завод Я То есть Голосовать можно За что угодно Точно так же Как и судить Можно кого угодно Но Факт того Что они проголосовали Есть такая у нас Все таки Вещь как Конституция Не имеет права Штат Не поставить В бюллетень Кого-то Который В принципе Не нарушал Никаких законов Понимаете Они ведь поставили Это на голосование Почему До тех пор Пока Трамп Не предъявит Свои финансовые Бумаги То есть Налоговые бумаги Да Тем что Трамп Не предъявляет Налоговые бумаги Он не нарушает Никаких законов Нет закона Который обязывает Кандидата Президенты Именно обязывает Подать Предъявить Свои налоговые Декларации Поэтому С этим мы решили Вопрос То есть Они поставили На голосование Они проголосовали Потом Тут же Первый Любой Окружной Судья В любом Суде Скажет Ребята Это не может Такое быть Хотите менять закон Менять закон Это быстренько Так Теперь Дальше Что Рам Эммануэль Собирался отдать Джорджу Лукасу Джорджу Лукас Он является Продюсером Такого Огромного Сериала Будем называть Вот так Стар Ворс Так вот Джордж Лукас Хотел построить Павильон По теме Стар Ворс Музей создать Музей создать Да Это был бы музей Джорджа Лукаса Ну Рама Эммануэль Почему-то не пошел Ему навстречу Хотя было бы неплохо Если бы он это сделал Это были бы Большое количество Рабочих мест Красивое Такое здание На берегу реки И так далее Теперь То что касается Того что он Не додал По Медикейту Ну Вы же знаете Прекрасно Каждый год У нас в штате Просто А тем более В городе Чикаго Просто нет денег Поэтому они пытаются Это дело решить Ну Вкратце Вот так Добрый день Слушаем вас Добрый день Сережа Добрый день Анатолий Привет В Конституции В Конституции Очень четко написано Каким условиям Должен удовлетворять Любой кандидат В президенты Это Возраст Возможно Свыше 35 лет Да Сколько-то лет Последних И все Если вы помните В 90-е годы Многие штаты Принимали законы Которые ограничивали Срок Своих Сенаторов И членов Конгресса Там Мишиган Установил Три срока Вискамсин Установил Там Восемь Неважно Верховный суд Признал Антиконституционным Потому что Критерии Электродописел Они написаны В Конституции Абсолютно И в прошлом году В прошлом году Этот закон Принял Штат Калифорния И Джерри Браун Отказался Его подписывать Поскольку Он сказал Скорее всего Этот закон Будет объявлен Конституционным И если Джерри Браун Среди всех Вот этих Ненормальных Демократов Является Самым разумным То это говорит Уже об очень многом Ну да Это говорит о том Что наш Герн Муссен Это уже просто Вот действительно Отребие Ну в общем Где-то так Вот такого Макара Где-то Спасибо Женечка Спасибо До свидания Пока Будь здоровьем Ну и Знаю что Можно еще Буквально пару слов Я хотел ответить Человеку Который позвонил В передаче Алексея Орлова По поводу того Что вот Что такое Executive privilege И так далее Есть такое понятие У нас Конституции Это разделение Полномочий И в том случае То есть Мы знаем Что у нас Есть три ветви Правительства Это Юридическое Это Правительственное И это Законодательное Так вот Из этих Трех бренчей Каждая бренч Является Одинаков То есть Эквивалентной В своих правах И когда Одна бренч Пытается Переступить Свои права По отношению К другой Бренче Или Другой Ветви Вот Та ветвь Против которой Выступает Другая Ветвь Она имеет Право Особенно Это Executive Ветвь Руководящая Которая Имеет Право Объявить Привилегию Руководящей Ветви По отношению К Законодательной Ветви Или комитету Юстиции Вот это Вот Называется Разделение Полномочий И вот Это Называется Executive Привилегия Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Вот сегодня Такие Замечательные Данные Публиковали Про наш Город Чикаго В котором Такой Замечательный Мэр Дейли Продал Всю парковку Аж За целых 999 Да Да Он Ну как Он продал Парковку Он просто Продал Вот эти Вот Митеры Счетчики Эти Когда-то Они принадлежали Городу Чикаго А Он решил Что в Чикаго Все-таки Денег мало И эти Плюс Очень дорого Они обходятся В обслуживании Очень дорого Потому что Одно время Пошла полоса Того Что Сердобольные Наши Слушатели Слушатели Наши Жители Города Чикаго Просто брали Бейсбольные Биты И отбивали Башку Вот этим Вот Счетчиком И потом Для того Чтобы их Восстановить Городу Это стоило Сумасшедшие Деньги Поэтому Мэр Дейли Решил Принял Такое Правильное В принципе Решение Что Зачем нам Тратить Городские Деньги Пусть Мы ее Продадим Всю эту Байду Частной Компании И вот пусть Они за нее Отвечают Да Пожалуйста Ну это я не договорил Так вот Эта компания Заработала За 10 лет Уже Миллиард Двести Миллионов А Чикаго Каждый год Платит От 20 до 30 миллионов За то что Они ремонты Делают улицы И они Не со всех улиц Снимают Деньги За паркинг Нет Ну мы Давайте Разделим Хорошо Мы выплатим Всю сумму Которую Получили Они получат Примерно В 3 раза Больше 3 миллиарда Давайте мы Немножко Это разгребем Потому что Вы это Свалили Все Как вот Сказала Наша Радиослушательница В одну кучу Значит Парковка Которую Продал Сити В Чикаго Или Дейли Да Эта парковка Стоила в свое время И городу Очень большие деньги Она была Нерентабельна Мало того Что она стоила Деньги Она еще и стоила То есть Еще стоили деньги Вот эти Миттер Мейдз Которые ходили И выписывали Тикеты За эту парковку Понимаете Поэтому Мэр Принял Абсолютно Правильное решение В том Что он не хотел Тратить эти деньги На ремонт И на восстановление На пересчеты Тогда у меня встречный вопрос К вам А теперь Город платит По 30 Миллионов В год За то что Ремонт на улицах Делают А я вам скажу Почему Потому что Город платит Эти деньги И за свои Безалаберности Потому что Город собирает Налоги Молодой человек Город собирает Налоги И на ремонт Дороги В том числе Но проблема В том Что они сначала Воруют деньги Которые Причем Здесь налоги К выплате Этой компании За то что Чикаго Ремонтирует Дороги И эти Митеры Не работают Какое-то время То есть Как бы Воскомпенсация Идет За счет того Что Ремонтируется Ремонтируется Ну а как же Послушайте Секундочку Секундочку Это же 20 миллионов В год Окей Хорошо Вы 99 И посмотрите Сколько Чикаго Тотал Заработала На этом деле Вы Абсолютно То есть Еще раз Вы абсолютно Мешаете Все То что Мы платим За Вот то время Когда эти счетчики Не работают Так мы бы это платили И так и так Вы что Не понимаете Это Когда эти счетчики Принадлежат нам Послушайте меня Ну Когда эти счетчики Принадлежат городу Как вы думаете Что происходит С деньгами Которые Город Недособирает Тогда Когда происходит Ремонт дороги Все равно же Мы теряем Ничего Он их недособирает Он их не выплачивает Кому-то Вы разницу Понимаете Что значит Не выплачивает Кому-то Еще раз Деньги Буратино Если у тебя Есть три яблока И у тебя Забрать одно Сколько Останется Три Почему Потому что Я его не отдам Спасибо большое Я понял Вашу мысль А у меня вопрос Даже не вопрос А констатация Факта То есть Любой бизнес Что бы Правительство Не делало На каком бы Уровне Оно это не делало Оно безнадежно Абсолютно Вот то есть Если Чикаго Владела Миттерами И оказывалось Что мы На этих Миттерах Правительство Прогорает Теряет Деньги Передали Продали Какой-то Частной Компании Частная Компания Стала На этом Зарабатывать Охрененные Деньги Абсолютно Это значит Что правительство Нельзя допускать Никакому бизнесу Посмотри на Скайуэй Вот человек Говорит Про Миттера Мы сдали В аренду Чикаго Скайуэй Это вот этот Мост Который идет От Чикаго Через Индиану В Индиану Окей Мы его отдали Почему Потому что Очень дорого Стоило То есть Государству А почему Дорого стоит Потому что Все работы Которые необходимо Провести По поддержанию По обслуживанию Правительство Отдает Профсоюзам Конечно Вот я вам приведу Конкретный пример Я хожу в Скайфитнес Замечательный клуб Хеллс Клаб Абсолютно Во всех отношениях Шикарная дорожка Машины потрясающие Бассейн потрясающий В общем Все здорово И они сейчас Расширяются Причем По-моему Там русские его держат Ну кто-то из Русскоговорящих Владеет этим бизнесом Это такой Малти миллион бизнес И вот сейчас Они расширяются Они начали строить Еще пристройку Они делают Открытый летний бассейн И теннисные корты Закрытые А это то что Они делают Да И вот сейчас Я смотрю Надули крысу И стоят Юнион Которые саботируют работу Я разговариваю С генеральным менеджером Я говорю Что там происходит Такое Он говорит Это понимаешь Бит который Выиграл Ну тендер выиграла Компания Они За эту работу Причем это Профсоюз Каменщиков Там вокруг Потом Кирпичом Обкладывать Здание Обложивать Так вот Профсоюз За эту работу Требует Практически На 100 тысяч Больше Чем Компания Которая подписалась Это делать Так вот То же самое происходит В любом другом В поддержании Этого В ремонте Дорог И так далее Все это можно было Сделать Многократно Дешевле Но к сожалению Там где правительство Потому что Они отдают Заказы Правительственные Профсоюзом Профсоюзы Выбирают Потом Дают Колоссальные Суммы На выборы Этих же Политиков Которые Отдают Им эти Заказы Рука Руку Моет А теперь Скажи мне Такую вещь Если ты Правишь Не своими Деньгами Причем Деньгами Это бесконечный Поток То есть Тебе пришли Сказали Сережа Нам нужно Миллион На постройку Вот этого Второй Тебе пришел Сказал Сереж Мне нужно 500 тысяч Зачем Тебе эти Когда Ты Помнишь Шавел Рэдди Проджект И когда Обама Просил Триллион Долларов И говорил Шавел Рэдди И конгресс В этот момент По-моему Я не помню Принял Он Закон Во всяком Сучья Помню Обсуждался Закон Что Все Контракты Должны Пойти Исключительно К членам Профсоюза Представляешь Да То есть И все Это Потрачено Было Ну вот Это Ответ Человеку Добрый день Здравствуйте Здравствуйте По вопросу Дураков И дорог Насущных Дураков Мы оставим Сейчас в сторону По поводу дорог Вот Скажите Вот это Повсеместное Ежегодное Закрытие Целыми Линиями Дорог Для ремонта И заватывания Это в принципе Сделано Для того Чтобы дать Работу Так сказать Безработным Я так понимаю Нет Нет Потому что Потому что В принципе Существующие Технологии Уже По крайней мере По крайней мере Лет 10 Позволяют Сделать Дороги Так Что их Не надо Ремонтировать В течение 5-7 лет Вообще А теперь Скажите Мне А как Потом Делить Бюджет Пилить Вернее Вот Об этом Ты и Речь Наверное Все вместе Взятое Так я понимаю Нет Я говорю К тому Что это Абсолютно Никто не Заботится О работодателях Говорят Одно Причем Латание Происходит Не только Там Вырезанием А вот Я вот Повсеместно Эти вот Дырки Это же Просто Как Вот Когда-то У нас Там Едет машина Плюг С лопатой И все Ну да Я вам скажу Такую Значит Если Они сделают Дорогу Которая Им Продлит Жизнь Лет Десять Поэтому Где Можно Воровать Воровать Негде Ну Конечно Вот Поэтому То есть Это Чисто Дележка Дается Якобы Причем Если вы Если вы Заметите Работы Начинаются В основном Где-то В районе Сентября Почему Потому что Это конец Фискального Года И нужно Срочно Потратить Непотраченные Деньги Чтобы Получить Бюджет На следующий Год Вот и все Вообще Конечно Дороги Это интересно Смотришь Колоссальный Кусок Дороги Там Бетон Там Арматуру Кладут Что-то Делают Но это На веках Это на века Это на века А на следующий год Эту же самую дорогу Вскрывают Переделывают А ты мне скажи Едешь по Вискансену Да Вот допустим 90-й хейвей Где-то там Мы еще жили В Советском Союзе Мы ездили В Финляндию На машине Из Ленинграда И интересно То же самое Мы зимой ехали Там Там кстати Соль не сыпет Не принято Во всяком случае Там Там Гранитная крошка Они потом Ее собирают Ну то есть Она разбивает Наста А потом Они ее собирают Моют И по новой Используют И вот когда Если меня не назад Возвращаешься В Ленинградскую область Езжаешь Дороги заканчиваются Но зато Под каждым кустом Сидит Миниционер С этой штукой С радаром Мерит Вот просто Моментально Моментально Когда-то у нас Был такой анекдот Ну не Шутка такая Что Зачем На границе Штата Ильиной И других Штата Вокруг нас Зачем Тратить деньги На вот эти Вывески Добро пожаловать Штат Ильиной Да ты сам Это понимаешь Как только Ты попадаешь На Ильинскую дорогу Добрый день Добрый день Я бы тоже Хотела добавить В это же Так сказать Лукошко Потому что Конечно Животрепещущая тема Насчет этих дорог Дело в том Что вот этот Профсоюз Рабочих Строительных рабочих Он получает Колоссальные деньги Естественно Они все Голосуют За демократов Начал это Когда-то Фрэнкланд Делано Рузвелл Для того Чтобы выиграть Второй срок Вот он вел Такую систему Он сразу Значит Вот этим Профсоюзом Всех Особо важных Штатах Дал колоссальные Деньги Чтобы они делали Эти работы И эти работы Они делают Именно Особенно Вот как В день Год выборов Причем Очень часто Они делают Это Вечерняя Смену И так далее Для того Чтобы получать Двойной прибыль То есть Добро пожаловать Социализм Вот Те которые Слушают Эта передача Голосует За демократов У них Вообще Ум Есть Что Будут Это уже Другая тема Спасибо Действительно Ведь Это продолжается Десятилетиями И все это понимают Ну Может за исключением Какой там Части населения Но все понимают Что Отдавая работы Профсоюзам Профсоюзы Потом отплачивают За это Конечно Взносами Миллионы долларов Идут на избирательную Компанию Тех самых Политиков Которые потом Отдают Заказы Профсоюзам Такая круговая порука Друзья мои Мы сделаем небольшой перерыв Буквально несколько минут После чего вернемся И продолжим